Центральная клиника Караколь-2 Авинтик Генеральный координационный совет по здравоохранению зоны Альтос штата Чиапас Это клиника Гвадалупы, муниципалитета Сан-Андрес, принадлежащая Караколю-2 Авинтик Здесь принимают больных из разных районов и зон Прием открыт для всех имеющих проблемы со здоровьем Проводится лабораторное исследование УЗИ эндоскопии Работают отделения гинекологии, офтальмологии, стоматологии, общей консультации и скорой помощи Также проводятся запланированные хирургические операции и вакцинации детей Применяется натуральная медицина Когда центральная клиника не может принять больного, его перевозят в другой госпиталь или санаторий, с которым у нас есть контакты Также построено 11 микроклиник и 38 домов здоровья, которые проводят общие консультации, участвуют в компаниях по вакцинации и применяют натуральную медицину В здравоохранении работают 225 промоутеров, 5 основных координаторов, координаторы от каждой клиники вместе с управляющим советом и другими товарищами, которые стремятся помочь системе здравоохранения На этом все, с этим мы движемся вперед Доброго дня, доброго вечера, доброй ночи, компанерос Хочу вам рассказать, как организован наш автономный район Магдалена-де-Ля-Паск, в который входит 6 поселений У нас проводятся коллективные работы на районном уровне, как, например, выращивание кукурузы, кофе, банановые плантации, куриные загоны, сельскохозяйственные работы И женщины тоже организовались для коллективного труда Они занимаются ремеслом, вышивкой, в зависимости от климата и земли, от того, что приносит больше пользы району Ведь невозможно всем в районе заниматься одним и тем же Поэтому в каждом поселении проводятся свои работы, но они все коллективные И в других районах зоны Альтус начали появляться коллективные работы Также есть поселения с общественными продуктовыми магазинами У некоторых есть свои машины для транспортировки при необходимости Например, в клинику, в госпиталь, в общем, на службе у поселения, у коллектива Муниципальный коллектив на восстановленных землях Магдалена-де-Ля-Пас Добрый день, компанерос Добрый день, компанерос Мы из Лос-Альтус Чапас, из Караколя-2-Авинтип, из района Магдалена-де-Ля-Пас У нас проводятся районные коллективные работы на этой земле, где сейчас трудятся наши товарищи Эту землю мы называем районной мильпой и работает на ней коллектив всего района На этой части будет посеяна кукуруза, а здесь банановые плантации, которые уже засеяны в ходе коллективных работ всех групп Они занимаются коллективными животноводческими работами Мы начинали с двух бычков, вот они оба Итак, товарищи, здесь мы проводим районные коллективные работы муниципалитета Магдалена-де-Ля-Пас Автономный муниципалитет Сан-Педро-Польго Кирпичный завод Существует четыре типа районных коллективных работ, например, добыча гравия, производство блоков, продуктовый магазин, а также районная плантация фасоли Из этих четырех работ формируется район Сан-Педро-де-Польго Он держится на кооперации Ресурсы мы используем по мере необходимости, когда нужно куда-то поехать, а поселение не может себе этого позволить Агроэкология организована на восьми территориях зоны улитки номер два На работы сюда приходят из ближайших поселений, либо жители ездят туда, где больше нравится Мы это делаем для практики Выполняемые задачи могут быть как практическими, так и теоретическими Получая задачу, мы сначала разрабатываем ее в теории и решаем, как будут проводиться работы Но каждый центр организует работу по-своему Например, что касается агрикультуры Мы решаем, как применять органические удобрения, на каком расстоянии сажать и тому подобное Такой подход применяется не только в агрикультуре, но и в производстве животных или растений, в применении экотехник, как, например, печь из песка Работы в каждом центре организованы координаторами и промоутерами Коммунитарное радио Давайте поговорим о коммунитарном радио нашей зоны Альтус, штат Чиапас В нашей зоне есть три радио Рассвет народов, Противостояние и Повстанческое радио С помощью радио мы можем передавать информацию по всем видам работ Как, например, об образовании, здоровье, агроэкологии, фунте хорошего правительства Говорить на политические темы, ставить революционные песни и традиционную музыку Это радиостанция, работающая на территории Лос-Альтус, Чиапас Она нам нужна, чтобы противостоять в идеологической войне с плохим правительством Поэтому и существует коммунитарное радио Мы пускаем в эфир все, что нам есть сказать Любые сообщения, песни на всякий вкус Как уже упоминала коллега, все, что важно для народа Мы не различаем наших слушателей Это радио для всех, поэтому оно коммунитарное Радио народа И эти станции установлены в разных районах Лос-Альтус Чтобы в народе слушали то, о чем обычно не говорят в эфире И, как я уже сказал, они против правительства в идеологической войне Среднее образование в улитке номер 2, Авинтик В зоне Альтус, штат Чиапас, у нас есть старшая школа Так называемые молодежные информационные центры По окончанию школы выпускники отправляются в разные места Или остаются в своей деревне на различных работах В соответствии с потребностями зоны Их образование происходит не только в здании школы, но и в поле Они изучают удобрения, выращивание бананов, кукурузы и кофе Поэтому в систему образования включены земли, где работают учащиеся Промоутеры и промоутерши Аттестаторы, квалификаторы и Генеральный координационный совет Все работы ведутся в коллективе Также старшая школа является центром формирования промоутеров зоны Помимо этого центра есть еще три в разных местах Чтобы не увеличивать затраты жителей на дорогу Формирование промоутеров на уровне зоны происходит дважды в году и длится 15 дней Эту работу проводят аттестаторы Кроме того, у нас работают 152 начальные школы и 460 промоутеров, работающих по одной программе Улитка номер 2 Авинтик, зона Альтас